машина едем по трассе манчегорск мурманск находимся в манчегорске двигаемся в сан петербург такая вот погода взяли попробовать попользоваться мамке камеру диджи и покетном какой-то покет малютка такая со стабилизатором она у меня в руках погода очень интересная дорога и просто будем и на видимость хорошая принципе дорога такая чистенькая в общем-то вычищена на мой взгляд понятно заметает тыками захочешь я тебя снимаю как ты снимаешь с экранчиком вот дорога у нас 1400 километров мы едем до петрозаводска 900 километров там значит остановимся в гостиничке в такой семейный большой большими номерами с кухонкой мы там часто останавливаемся дешево и сердито под подвес под дверь две с половиной тысячи рублей за толпу большой номер такой хорошая такая чистенькая гостиница хорошая у меня принципе по рекомендациям называя как о коралл называется коралл по моему порекомендовали я как-то так с парнями ездил такая спартанская совсем прям такая ничего лишнего и огромные номера с высокими потолками коридор холодильник там есть общих похоронить там еду какую-то такие есть удобства санузел душ свой кухня своя очень удобно особенно вот с детками когда вообще это конечно определенно кайфово мы с матерью тут за жизнь наши все спят все дрыхнут губики дрыхнут идет удобство конечно особые видеофильмы дороги все спят убаюкало на улице погода прям не очень но вот по погоде по погоде минус 3 получается минус 3 в общем то наверно всю дорогу так и будет вот я так думаю что это из-за фуры фуры если же заехать не могут просто переметают разогнаться не могут и с места тронуться не могут скорее всего по этой причине и все вот так вот вот так вот так мы едем скажут скажут вообще мурманчане сумасшедшие живут забрались еще куда-то и ездят вон что творится не видно ничего вот поэтому там гаишники и перекрыли дорогу мне кажется потихонечку пилит и пилит еще ветер такой вообще все разметка видно все видно это просто не то что постоянно в такую погоду часто там напрямую метет так что вообще ничего не видно просто не видно вообще ничего а тут как бы даже и кучу разведка видно все видно грузовички все вешали прикирнули немного а я даже не знаю где этот путь все опа погодка наладилась а это что-то автобус поперек тут да тут намело вообще прям снега да нормально а этот с полярных зерей Кула там видишь что-то улетел с дороги чуток да да я буду ну они в эту сторону перекрыли а мы уже эту страсть проехали ой ой мои хорошие тут вот начинаются хибины города наши но из-за такой погоды из-за такой видимости невидимости вот наверное может быть только тут немножко видно а а так у нас там Кировск горнолыжные спуски прям все как надо ну ой ой дождь идем в небе причем на стекло дождите вот так вот а тут дождь идет это мелкие какие ну может это этот снег кто кто знает нет А тут морось идёт Мелкая И замерзает сразу Так вот Где снег, где дождик Тут и ёлки совсем другие Там ветром были обдутые голые А тут такие, в снегу Ну вот только я включила и не видно озера На самом деле здесь очень красиво Здесь огромное количество озер огромных Ну тебя туда показывают Речек всяких И водопады есть И замерзающее озеро Да И горы И очень красиво Это и Мондра озеро Оно огромное Вот Кольская АЭС Вот он, наверное, здесь, вот справа Ручей Да, вот он Ага, вон он Называется Ядрёный ручей Остужает Кольскую АЭС Поэтому и Мондра не замерзает Здесь он горнолыжный склон Вон там огоньки горят Горнолыжный склон Пончики ест Дорогие детей Ребёнок кричит мне Да, я помню это Последний населённый пункт Мурманской области Дальше начнётся Карелия Ну, уже всё стемнело Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!